Привет! Я Женя Синельников. Профессиональный путешественник. Я побывал более чем в 110 странах. А еще посетил все областные центры Украины. Красиво! Очень круто! И знаете что? Мне захотелось ехать по нашей стране и дальше. Потому что в гостях хорошо, а дома лучше. И именно поэтому мы отправляемся в большое автомобильное приключение по замкам Украины. Да, друзья, вы не ослышались. По замкам Украины. Ведь наши земли постоянно кто-то пытался захватить, а значит и защитить. И именно поэтому в Украине сохранилось более сотни грандиозных крепостей и роскошных дворцов. О большинстве из которых мы никогда не слышали. Вот мы и решили это исправить. В планах у нас Меджибош, Каменец-Подольский, Хатын и еще с десяток клевых мест. Но это всего лишь точки на карте. А вот чем там заняться? Что посмотреть еще в округе мы будем узнавать у людей, которых будем встречать по дороге. Ну и конечно у интернета. Благо у Киевстар самая большая сеть 4G в стране. А это значит, что можно гуглить интересную информацию, прокладывать маршрут, ну и в принципе выкладывать фотки в соцсети. 4G, тягне! Так как большинство замков находятся на западе Украины, мы решили начать наш маршрут из Винницы. Движемся в сторону Меджибожа. Вообще, друзья, надо сказать, что до конца что это будет и как это будет мы сами не понимаем. Суть сезона в принципе в том, что мы прокладываем на карте какие-то отмечаемые точки, да, и вот по этим точкам едем и по ходу ищем еще что-то интересное вокруг них. Не слушайте мусор, что значит прокладываем какие-то точки. Мы знаем какие-то потрясающие места и вот мы едем на эти потрясающие места, а по пути находим еще. Вот, правда. Ну, вперед на Меджибож. Сейчас здесь будет рыночек, можно остановиться, перекусить, заодно порасспрашивать. Ну, давай посмотрим, давай. Рынок этот славится свежайшей рыбой. И каждый проезжающий турист считает своим долгом остановиться и купить пару хвостиков. Ох, запах рыбки сразу же. Здравствуйте. Литический рыбный рынок сам по себе уже достопримечательность. Я о нем слышал не раз до того, как сюда попасть. Такие сумбы, такие 130, такие жарик за 50, на любви гроши. Вот это вот пол рыбехи, вот это 80 гривен. Да, вот этот кусок мяса, 80 гривен. Все на травах копчено, все свеженько. Нормально, можно пробовать все, да? Конечно, конечно, можно, чертим можно. Давайте вот эту я возьму. Вот эту больше. Очень, да, вот эту вкусную. Удачи вам и счастливые дороги. Навзайм, навзайм. Скажите, пожалуйста, а как так получилось, что вот здесь вот в Литичеве такой рынок рыбный? Ну мы сами начали себе работать рыбой, заниматься рыбой. Таки открыли соби-соби бизнес. Все дело в том, что под Литичевым есть плотина гидроэлектростанции. И южный бук здесь, ну правда, очень широкий. А значит, есть где водиться и ловиться всей этой рыбе. А вот это вот что такое? Здравствуйте. Икра жареная? Икра жареная? Это она в панировке какой-то? Чистая икра. Просто это чисто жареная икра? Да. Ммм, это вкусно. Возьми сочи. Дайте нам, пожалуйста, три вот таких тепленьких. Муз мне сказал, ты же профессиональный ведущий. Что ты попробовал и не рассказал, какое оно на вкус? Я не знаю, как рассказать. Удивительно то, что тут нет никакой панировки, здесь нет никакого теста. Это просто икра жареная. И она вот по консистенции, знаете, ты ее кусаешь, и она во рту распадается на маленькие икринки жареные. Это прикольно. Какие интересные места, может, есть у вас знаковые, классные, может, какая-то? До Кармелюка можно. Постел туда, в центр. Знаете, что тут находится Кармелюковый крест? Нет. Что это место Кармелюка, у сына Кармелюка. Нашего местного героя. Доезжаючи до Новокостянтинова, есть такое село, 15 километров до Кичева. Там есть кресло в скеле. Там такие большие скелы стоят. Речка течет между скелями. И он там со своей командой Рудова. Там есть его место, и там название Кармелюковое место. Где оно такое красивое, еще не видно. Треба ехать. Если честно, я и сам о Кармелюке узнал только что. Попробую рассказать и вам в двух словах. Репетнем, да? Да, давай. Итак, вернемся к Кармелюку. Устим Якимович Кармелюк. Жил здесь 200 лет назад. Нет, давай без Якимовича. Просто Устим Кармелюк. Зачем это отчество? Давай. Устим. Окей. Устим Кармелюк. Для тех, кто не в курсе. Это национальный украинский герой. При том, что он не был ни гетьманом, ни казаком. Это был самый обыкновенный селянин, который боролся за права украинского обычного люда. Он грамбил богатых и раздавал деньги бедным. То есть реально, как бы банально это ни звучало, украинский Робин Гуд. Хорошо. Все, пишем. Только икру из зубов вычищай. Сорян. Устим Якимович Кармелюк. Украинский Робин Гуд. Направляемся в село Навоконстантинов. Доброго вам дня. Я обвинушу с города. А подскажите, пожалуйста, шукаем крисло Кармелюка. Коло церкви, коло костела, кладбище. И сейчас поза кладбище там хорошая дорога. Дякуем. Хороший день. У нас потрясающие люди. Самая обыкновенная бабулька. Позитивчик. Доброго дня. А подскажите, пожалуйста, шукаем крисло Кармелюка. На Кудринку такое. На Кудринку треба ехать, да? А там, кажуть, треба переходити через речку. Я знаю, я там бываю. Лучше знайте мен, чужой Китай. Дякуемо. Хочу сказать, люди бывают разные в каждой стране. Это очень смешно. Здесь южный бук живописно извивается и прям усеян валунами и маленькими островками. И где-то среди них должно быть каменное кресло. Само кресло мы еще не нашли, но уже можно с уверенностью сказать, что это место очень и очень достойное. Цапля. Мус ползает и ищет, где же, где же надпись должна быть. Глеб летает, коптером смотрит. А я с вами здесь болтаю, оправдываюсь. Не нашли. А извините, пожалуйста, не подскажете, ищем кресло Кормелюка? Дальше, да. Дальше, конечно. Туды? Да. А как знай ты? Включаются такие скалы и такое углубление в виде стульчика. Ну это совсем не заметно. Ага. То есть не так, чтобы супер, да? Нет. Тут прикольней, чем там? Да. Да? Да, просто. Ребят, мы уже уезжали, все расстроены, все не нашли и встретили машину. Как найти кресло Кормелюка? Так, поехали за морем. Поехали? Ну поехали, нам нужно его найти. Короче, сейчас покажем. Да, почти уже все. Уже был сюжет разочарованием. Ну как разочарование, то так красиво. Мы нашли очень красивые места, но, блин, мы полтора часа или больше даже потратили на поиски кресла. Десь тут воно? Да, да, да. Чего я тут закрою? Да, да, да. Да, да, да. Оно здесь не гота на меня. Тут красиво. Тут пацаны тоже тут ни разу не были. Я их решил завезти, показати. Ну тут я рыбачил колись давно. Ну вот это сюда надо вставлять. И вот сюда вбрить, перейти. Ты себе нигде так не придешь, либо там перейти. Число Кормлюка, не знаю историю его конкретно. Кажется, он тут бабки взял. Тут пересчитывал, да? Ну да, тут он был таможня местный. Ага. За проплыв платить надо было, да? Ну так я понимаю, на базар они ехали сюда, и тут он их, короче, тормозил. Там дороги нема. Насколько я знаю, но это уже Винница. Оце Хмельницкая область. Оце Хмельницкая область, а это уже Винница? Да, это уже Винница. Через речку? Так. Ну то и тут он сидит и ловил всех. Ага. Ха-ха-ха. Ну так не пообъясняю. Там конкретно кресло прямо выдал бы на чашу. Я туда залазил. Ну все этики мы сюда и проходили. Вот по вот этих по порогам. А вот и оно кресло Кормолюка. Не буду вас обманывать, это фото из интернета. Дело в том, что кресло на другом берегу. И добраться к нему не получилось. Но я ни капли не расстроен. Места здесь красивейшие. И поездка сюда точно того стоила. Новая рубрика Инстаплейс от Киевстар. Друзья, мы путешествуем по Украине и открываем для вас неизвестные, но очень красивые места, где можно сделать шикарные фотографии для социальных сетей. Круто, правда? Согласитесь. Так это вы еще не знаете, что водопад-то рукотворный. В общем, был себе самый обыкновенный родник, который вытекал вот в такую вот лужицу. Тут выкопали большой бассейн, куда стекает по трубе чистая вода. И уже вот отсюда, по вот этой вот трубе, она идет дальше. Называется это место Малиевецкий водопад, потому что находится в селе Малиевцев. Логично ведь? Сам водопад потрясающий, но вы обязательно прогуляйтесь по парку вокруг него. Какое многоголосье. Друзья, это еще не все. Путешествуйте, делайте снимки в инстаплейсах от Киевстар и получайте подарки. Вся информация в социальных сетях Киевстар. Ссылочка в описании. Ну что, вот и первый замок на нашем пути. Меджибожская крепость. В интернете пишут, что укрепления тут были еще до монгольского нашествия, а первое письменное упоминание крепости датируется аж 1146 годом. Это получается почти 900 лет назад. Глеб, 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 а ты знал, что 4 жовтня 1846-го подчас археографичной экспедиции в Меджибожче зупинявся Тарас Григорьевич Шевченко. А вот теперь и знаешь. А, вот же вход. Называется так крепость, потому что стоит на слиянии рек Бук и Бужок. Вот и получается между Бужков. Меджибож. Друзья, нам повезло. Пока я разглядывал крепость, Мус познакомился с директором. Здравствуйте. Олег Глеб, директор запросов. Глеб. Вы директор? Так. Я вот типичный турист, ничего не знаю. Что нужно посмотреть? Все. Найстарейшая частина вот тут, где зараз у нас ведутся реставрационные работы. Ну что-то делается, да? Прямо делается. Если вы видите, какие руины были 5 лет назад, то вы не поверите, что это можно сделать. А еще тут постоянно ведутся археологические раскопки. Тут у нас наше археологическое доследование. Найдавнейшие артефакты. Это палеолит, которому миллион двести тысяч роков назад. Сколько? Миллион двести тысяч роков назад. Это Виктор Сергеевич вам расскажет. Это тогда, когда была не людина, а софиенс, а людина. Неандерталец. Хомохабилис. Хомохабилис. Миллион двести тысяч. Это не энердиталец. Наверное, это широкая. Я не могу поверить. Я не могу сказать, что у меня не было жених. Воктор Сергеевич Сахарова. Я тоже хочу сказать, что у меня есть шесть. в свете. Один в музее СССР, другий в Кракове, третий у нас в Киеве в национальном аттенографическом музее и четвертый в Мероскопале. Представьте, что вы находите кусочки от разных пазлов, а от каких неизвестно. И картинки, по которой собирать, тоже нет. Вот этим и занимаются археологи Меджи Божа. Если честно, даже страшно представить, до какой степени это кропотливая работа. Части сервизов, поврежденные тарелки выбрасывали, а сверху бросали еще большие каменные блоки. Получились фрагменты в таком количестве. Мы видим, внутренняя донная часть имеет порезы, на них что-то разделывали. Наружение таких порезов не имеет. Зато вот, присутствует клей. Клеймо. Удивительно, но эти пазлы археологи умудряются собрать. Пять тысяч лет. Вы так просто говорите. Пять тысяч лет. Ха-ха-ха. Кувши. Кто вкопает миллион двести тысяч, то для нас эти пять тысяч – это мелочи. Есть вот рост внутреннего туризма? Есть. Больше людей ездят или меньше? Да. Мы, скажем так, с 12-13 тысяч в 2009 году довели до 54 тысяч в последнем году. И в этом году мы немного выстаем через коронавирус. Это самый, кто пришел в фортецю? Да, это фортецю. Но это очень мало. Нам хотя бы сто тысяч. Тогда мы будем иметь возможность развивать сами себя. Эй, ребята, ну 50 тысяч туристов. Ну это вообще смешно. Полужгорода. Тем более, что в этой крепости тоже сидел в заточении украинский герой Устим Кармалюк. Это еще одна причина ее посетить. Дальше наш путь ведет в село Бахматовцы. Зачем? Сейчас узнаете. Раньше в каждом городе я находил для вас интересного человека. А теперь нахожу по маршруту. Поехали знакомиться. И пусть вас не смущают ветхие стены. В них в прямом смысле слова создается музыка. Руками вот этого человека. Игорь, очень приятно. Игорь уникальный мастер. Он вырезает из дерева и собирает нашу музыкальную гордость. Бандуры. Никто еще в Украине в таких вот условиях не сделал даже одну бандуру. Я уже 60 в Украине работаю. Две в Австралии и одна в Америке. 60 бандур уже играют. Уже играют. Удивительно, но у Игоря нет музыкального образования. Вы поняли принцип. Он грубая заготовка, да? Да, да, да. А потом вот раз уже почти, но это тоже заготовка. Объяснить то, что я делаю, я не могу. Научно, технически там ничего. То есть это просто какие-то чувства, да? Да, это чувства и бандуры звучат. Нужна верба на заднюю деку. Впереди ель европейская. И там используется бук. В Чернигове использовался. Но я лучше клен использую. Это самый музыкальный материал. Но в идеале я, сколько, 30 лет занимался деревом. Я занимался резьбой, там, художественными оформлениями. Нашли сейчас материалы, которых просто никто не пробовал. Они еще лучше звучат. Ни одного не звучащего инструмента. Инструменты звучат намного лучше, чем тримбиты. А в два раза дешевле. В два раза дешевле? В два раза. А сколько стоит? Вот бандура с переключателями тримбиты официально 68 тысяч. У меня 35. Зачем оно вам надо? Я хочу просто работать. Я когда-то увидел состояние... У меня дочка-кондуристка. История круто звучит конечно это очень круто прям аж я хочу просто работать я когда-то увидел состояние у меня дочка кондуристка я увидел состояние музыкальных инструментов по школам и я понял что этим надо заниматься культура должна быть на первом месте бандура для самых маленьких вот у меня бандуры они в дефиците и пускай по справедливости вот некоторые школы у меня заказывали одна школа 14 бандур а другая одну не может а по справедливости пускай каждая школа закажет по одной банду национальный музыкальный символ украины это должно быть все под патронатом президента и так далее ничего нет никаких патронатов никакой поддержки никакого я сказал историю она страшная просто 4 года я работаю и власть сказали сначала 14 год делайте фонд благотворительный будем помогать и вы сможете работать я же работаю с как бы державный музычный заклад никакой помощи не было в шестнадцатом году сказали открывайте юридическое предприятие я открыл вот я это предприятие в самом деле я делаю мои золотые руки да я делаю эти инструменты на коленях этого не делал никто и вот как бы все там говорят даже во власти но уникальный человек у нас в области но они за четыре года даже не приехали не узнали хотя говорили что будут ездить такая женщина есть но вы чего вообще там с дуба рухнули ну правда ну что а мы двинули дальше искать красивые крепости следующий пункт село сутковцы ребята три километра от трассы мне кажется сюда стоит заехать потому что вот это вот за моей спиной только вдумайтесь называется оборонительная церковь не просто церковь для церкви она слишком мощная но и не замок слишком маленький оборонительная церковь можно и помолиться из-за себя постоять прикольно покровская церковь 15-ти сторичья охраняется державой пошкоджение карается законом интерес не видно ничего наслаждайтесь фасадом жаль посередине баянице в принципе классически а верхний этаж он чуть чуть шире чтобы в него никто не попал но вот прям вот сюда можно вылить что-то горячее возлюби ближнего своего как самого себя и не надо с ним драться а а еще в этом же селе когда-то был и замок но сохранился он не так хорошо как церковь к сожалению и вместо туристов тут пасутся коровы друзья какая же у нас большая и красивая страна мы только начали наше путешествие но уже понимаем что просто просто невозможно все уместить в один выпуск в связи с этим у меня к вам большая просьба если вы знаете интересные локации по нашему маршруту который мы не показали в программе напишите в комментариях а мы еще раз приедем съемки съемки съемками а обед по расписание новый сезон новая рубрика я буду искать для вас вкусные придорожные ресторанчики а по-простому трасс кафе как вкусно у вас пахнет покормите меня конечно вкусно у вас честно не обманывайте давайте будем что он найсмочнейший вот фит фирма вас справа из с трава я доброе доброе ходите вас право нравится мне вроде как самое обыкновенное кафе у трассы но вот из-за того что она чуть-чуть вглубь здесь тенечек даже трасса уже не очень слышно совсем другая атмосфера ну атмосфера это не самое важное для ресторана самое важное это вкус пойдемте смотреть рубрика новая а привычки старая начнем с борща ох такие большие кусочки капусты морковки с горошком вкусный борщ очень хрустящая капуста я впервые пробую борщ с горохом он добавляет такую необычную грань вкусу то есть это борщ в котором есть вот нотка горошка очень необычно ммм спасибо большое если честно я думаю что у них не было никогда фирменного блюда но так как мы заказали фирменное блюдо они просто сделали сборную солянку такого мяса такого 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 картошечка и теперь у них есть фирменное блюдо попробуем попробуем соус острый видите какие шматки мяса ого ммм очень вкусно очень сочное но при этом прожаренный я боялся что такой кусок будет внутри сыроват потому что сверху он тоже не обгорел но вот оно и идеальное внутри сочное ммм извините вегетарианцы но я не понимаю как можно отказаться в своей жизни от шашлыка ребрышка как они так делают почему у меня всегда мясо подгорает сверху ммм свиные ребра они такие нежные мне кажется можно губами просто их не хочу ничего комментировать я хочу просто есть ммм мм друзья рубрика подвешенный обед что это значит вот мы заехали сюда очень вкусно пообедали и хотим чтобы и вы сюда приехали и для этого первому кто сюда приедет и скажет где мой обед от дома лучше накроет такую же поляну как кушали мы приятного аппетита кому повезет пообедать за наш счет не забудьте прислать фоточку ну и наконец мы добрались до каменца подольского здешняя крепость уж точно известно каждому украинцу и не зря она многое повидала и при этом потрясающе сохранилась ну что здравствует самый популярный замок украины давай знакомиться про главный украинский замок стремно сказать всякую глупость поэтому мы обратились к настя человеку который знает все привет привет здрасте вы опекничились уже? можем начинать? пробуем украинский замок украинский замок украина поэтому мы будем вважать что это не главный европейский замок ну я конечно жартую у нас очень красиво через то что этот смотрицкий каньон он и вирішив долю не только нашего места а и нашей местности потому что тут очень удобно обороняться и замок на этих скелях он очень красивый он хорошо выглядит романтично очень красивые вежи он очень хорошо сохранился все-таки он никогда не стоял порожнев ну и то что тут происходило эпичные события которые влияли на долю не только украины а и целой европы боргова яма боргова яма это коллекторская контора 17-го столетия если в 17-му столетию вы взяли айфон в кредит а вы знаете связок не кудешний и вот эта кремниевая батарея это конечно классно с кремнием у нас проблем не было а вся эта каменная штука працюет очень плохо ну и так походил походил заработать на нем и не выходит а грошей отдавать нема я бы тогда ласкаво просим сюда до того момента пока родичи за вас не несут гроши я бы с удовольствием туда вот спустился бы минут на десять чтобы почувствовать как оно сидеть вот в яме и жаль нельзя такого сделать даже за денежку а зря это был бы прикольный туристический аттрекшн такой можно было бы бесплатно туда туристов опускать а вот поднимать уже за деньги но вообще не хочу даже думать о том что можно вот по-настоящему туда попасть и каждый проходит тебя камень бросает плюет в тебя и ты как-бы должник оооо люди не берите в кредит не надо вам этого В этой башне сидел кармалюк. Осивин, о-о-о-о, друже. Не весело. В долговой яме как-то было поприкольней. Солнышко, водичка. И ему деньги бросают на руки. Монетки, все в монетках. Устим, Якимович, то я вам. Орел или решка? Орел. Ходят легенды, что он был таким любопытным парнем. И каждая приходящая к нему девушка приносила платочек. Из этих платочек он связал веревку и убежал. Правда? Правда. Да? Если не брошут. Но часто вам скажу, что наши историки в архивах не знали такой личности. А прототип, на основе которого выросла эта история, эта легенда, ну, он залишает божать кращего. Он был разбивником. Не берите это в монтаж, не берите. Не надо. Кормалюк существовал. У нас есть легендарный персонаж, который убегал из тюрьмы, любил женщин. Останяя правда. Останяя правда. Останяя правда. В монтаж не берите. Был, существовал, все хорошо. И вот в этой башне жил, ну, можно и так сказать. Но я сильно вдаваться в исторические подробности не буду. Лучше покажу вам, чем турист может заняться в крепости. Если вы любите мастер-классы и делать что-то своими руками, то местная гончарная мастерская ждет вас. Мне очень понравилось. О, супер. Мочим. Во-первых, у тебя руки в такой жиже, которая своеобразна, но в этом есть что-то вот как бы необычное, да. Удовольствие стоит 200 гривен. За 200 гривен вы получаете мастер-класс, получаете вот такую вот кружку, которую обожгут и пришлют мне потом по адресу, правда? То есть вы получаете собственный продукт, еще и прайс. Я хочу малому меч, он давно хотел, он давно хотел вот справжний деревянный меч. Здесь вот нету запрещенных зон, что ты можешь залезть туда, залезть сюда, посмотреть в каждое окно. Но висят как бы знаки вот подобные. Не вылазь, голову потеряешь. Очень интересно. Получается, баяницы и в эту сторону, и в эту сторону. То есть вот тут вот, даже если уже взяли крепость, они могли все еще обороняться. Я такого еще не видел. Интересно. Артиллерию називали богом війни, и в 17-м столетии у кого не было гармат, то и был лузер. Ты-ты-ты. Гакивница. Муртира. Одна, мабуть, из, наверное, знаменитых штурмовых гармат. Ну, по сути, я ее называю смерть-место. Для навесной стрельбы, то есть? Так, стрельбу свечкой. Развлеклись, подурачились. Пора и саму крепость посмотреть. О, ну это уже справжненько, правда же? Самое справжненькое, которое только может быть. И, ну, замок пережив очень много исторических моментов. Все изменилось. Цю вежу использовали в разные часы за различными значениями. А был такой момент, когда сам этот поверх использовали кабинет для писаря. Очень серьезная людина, от которой все зависело. Как написал, так мы сегодня читаем. Ось. Но для того, чтобы этому товарищу было очень комфортно, и чтобы он не бегал по нуждой, десь там, в кущиках вниз, то для него специально обладнали середневечный туалет. Осторожно, я иду в туалет. Знаете, что мне очень нравится? Что здесь сам замок красивый, но подумали и о туристах, сделали правильную, хорошую смотровую площадку, откуда получается обалденные фотографии. Я турист, пойду фотографировать. Красиво. Но на самом деле говорят, что лучший ракурс не отсюда. Пойдем. А прямо вот тут, посередине дороги. И не волнуйтесь, местные жители привыкли к туристам посередине дороги, и они не нервничают. Если честно, когда я вижу вот таких заряженных путешественников, всегда любопытно пообщаться. Вы уже 8 дней мандруете. То есть у вас есть, извините, палатка. Палатка, спальник, надувный керамат. Змейный комплект одягу, кухня с собою. Газовая горелка. Горелка, пальник, дощевики. И маленькая фляга для нас. СМЕХ Ну это круто, в Европе ездят, на мотоциклах ездят. Я у нас еще не видел вот правильно подорванных ребят, которые 8 дней на велосипедах, такой вот маршрут и... Не-не-не, ты что, мы же не торопимся. Ты много увидишь, ты везде заедешь, ты туда то пощупаешь, все пощупаешь. Это правильная логика, которая в Украине... Характер закалює. Особливо какие-то негаразди в дороге. Сколько вы уже проехали? Семьсот. Семьсот. Так? Куда едете наступным? Какая наступная? Бакота. Бакота. Это наша финальная точка, ну уже кінець подорожи. И взагалі, короче, мы для себя зруйнували цей миф, что, типа, чтобы подорожевать, нужно там иметь много бабок, или много времени. Ну люди жалуются, да? И хотят сразу какого-то Таиланда, и так далее. Но даже не начинают, не открывают для себя Украину. Хотя, ну, в Украине больше, чем достаточно красивых мест. Я вважаю. Вот, вот квинтесенция вообще. Вообще, Кам'яец Подольский – это не просто город с замком. Это большая туристическая мекка. И здесь есть чем заняться, помимо замка. Развлечения поспокойнее. Сплав по каньону реки Смотрич. Мы находимся на территории Национального парку Подольский Толтри. И самое главное, это называется памятка природы Смотричский каньон. Это абсолютно такой релаксовый, это даже не сплав, мы его называем акваэкскурсией, водной экскурсией. Наше завдание – показать природу Кам'янца. То есть, что тут есть еще, кроме той красоты, которая вверх. Речка Смотрич – это такая агрессивная речка с характером трешки. Может быть, она мелкая, что буквально гробцевые по колено. А может быть, когда выпадет дощик, речка слива – подняться вода на несколько метров и приводить до стихийных лих. Сейчас мы, в принципе, после дощи, уровень води довольно большой. Живности тут просто немеряно всякой разной. Тут, понятно, что поливание не происходит, в квартире города. И, ну, местное население довольно лояльно ставится до всяких тварей, которые тут смеют. Лебеди впереди. Круто. Гилку оставим посередине. И намагаемся, чтобы облече осталось целым. Если прямо гилка на облече, отхиляем рукою. Попробуйте, чи вам удобно листи. Какого у нас с тобой? Да. Все когда-то впервые происходит. Хорошо, хорошо. Хорошо идем. Все чуть-чуть. Оберезно. И тут внизу постучали. Если то кажуть. Это когда мне кажется, что уже дальше нема куда. Это была остальная серьезная перешкода на нашу шляху. Далее только населожимся чудовим ландшафтом каньона. Далее, этот каньон, он продукт разломной тектоники. Все разбитые эти скелы, если посмотреть такими вертикальными величезными трещинами. И иногда до разломов доходят. Конфигурация этих трещин так субмередиональна, субширотна. И когда смотреться на сам каньон Смотричу, как он закладный, то ризкий такой поворот свечет, что то одну часть разломов у спецфолок до другого. И как раз старое место, оно находится в такой омегаподибной меандре. Там перехрещаются три разломы, и от них два разходятся. Через это такая специфика. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Люблю кататься с мусом. Он гребет, а мы наслаждаемся видами. Красиво. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А еще можно поплавать экстремальненько. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я вообще впервые езжу на БТРе. А так, чтобы по городу, еще и с открытой крышей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это эффектно. Все смотрят. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Вау, круто как! Ха-ха! Вот это да! Ой-ой-ой, там конкретно вода затекает. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Класс, посмотрите, как красиво. Пока эта штука попадает точно в топ-3 развлечений в Украине моих по ощущениям вот таким чисто, по эмоциям, да, это очень круто. Ну, то есть, вот я помню, как я на санках ездил в Букареле, да, по трассе, вот это сравнимо, но это даже еще интереснее, потому что это дольше, тебе ничего не надо делать, ты просто держишься крепко и головой держишь, вот, и получаешь такой нормальный адреналинчик, да. Хорошо сказал, правда. Четвертый раз заезжаем в воду и все равно это очень эффектно. 350 гривен. Это стоит. Респект. Хочу познакомить вас с творческим человеком. Это не он, а договорились мы с ним встретиться в одном творческом месте. Пойдем смотреть. Трое в каное. Действительно, это мы, вот, это наше каное, это мусс, это я, туда едем, а это Глеб, который выгребает это все, да. Пойдем знакомиться. А вот и он, творческий человек. Знакомьтесь. Это Андрей Заяц, правильно? Правильно. Андрей основатель фестиваля короткометражных фильмов «Брукивка», который проходит в Каменце. Мне, как режиссеру, было интересно познакомиться с человеком, который тоже режиссер, снимает кино, проводит фестивали. Что еще не сказал? Мы работаем на строительной компании. Почему Каменец-Подольский? Почему не Киев, Харьков, Львов? Я коренный каменчанин, и была идея после школы поступить в Киев на режиссера, и там продолжить свой путь, но так склалось, что мне больше экономика и история была до души, и я поступил в Канец-Подольский национальный университет. И я думаю, если бы я не учился тут и не снимал тут, то я бы не достигнул того, что я бы достигнул сейчас. Расскажи про фестиваль. Да, сам фестиваль виник случайно. Был бюджет участки в Каменец-Подольский городе в 2017 году. Ну, и такая у меня была идея сделать молодежный фестиваль, кино для аматов, таких, как я, троехи раньше. Сделали его камерно, красиво в конференц-зале готеля, и после этого мы подумали, так, нужно делать нормальный, шукать бюджет, вкладывать свои деньги и развивать кино в Каменце. Фестиваль РИС на второй и третий разом была подана работа с 100 краян света, так как у нас участь безкоштовно порівню с великими фестивалями и іншими. И для отведывачів показы безкоштовно, чтобы дало нам развернуться и рекламоваться. Провести фестиваль – это огромный геморр. Правильно или неправильно? Огромный геморр. Далеко, ну или как, огромный шанс влететь на деньги, на большие деньги. Более того, ну вот все фестивали, в которых я участвовал, в которые ездил там просто для себя, они со временем схлопнулись. Твой фестиваль не исчез? Не исчез, потому что я… Есть идея, у нас концептуальность. То есть, где в Украине можно посмотреть марафон фильмов ужасов с Украины в старой крепости 17 века бесплатно. Сейчас мы сделали онлайн-фестиваль под шумок коронавируса. И у нас была фэнтези, фантастика и фильмы, которые можно было снять дома во время карантина и прислать нам. А чем завлекаешь молодежь? Что они выигрывают? Ну, у нас был призовой фонд, около 2-3 тысяч долларов, которые мы раздавали, и плюс взносы участников. Прикольно. То есть, ты реально продвигаешь каменец, чтобы он стал вот украинским Голливудом, да? Чтобы вот это вот стало… Даже не украинским Голливудом, а украинским санденсом. То есть, так. Зрители, режиссеры приезжают, отдыхают здесь, привозят деньги в экономику города, ну и участвуют в фестивале. Слушай, а по поводу денег в экономику города, міська влада хоть как-то допомагает? Да. Так, Каменс-Подельский фестивальский фестивальский город, в нем проводится щороку больше 30 разных фестивальных заходов. Из них близко 10-ти великих фестивалей, в которых там аудитория колькатисячна. Вот я не устаю поражаться вот таким вот людям. У нас не было кинофестиваля, теперь он у нас есть. Я вкладываю собственные деньги, я живу в этом городе, я его люблю, я его промотирую, я его двигаю вперед. Вот. На таких людях, черт побери, держится Украина. Как бы пафосно это ни звучало, но это правда же. Друзья, если вы собираетесь, как и мы, объехать замки Украины, то вот я вам сейчас покажу локацию, которую стоит посетить. Она как пробничек, чтобы вы знали, куда вы едете. 15 самых красивых замков Украины, и это точные-точные копии. Причем, очень классно тут вечером, когда вмикается подсветка, и в каждом веконе, в каждом лихтаре, в самом деле светится светло. И самое интересное, все-таки надо посмотреть на наш замок, он на фоне своего оригинала. Кажут, что вот каждая башня, это отдельный там, пришел к власти такой человек, башню построил, пришел к власти такой человек, башню построил. Да, чем больше, тем лучше. Коменданты мірились с вежами. Если честно, я думал, что это будет, ну, такое, замки в миниатюре, ну, ну, камон. Но здесь вот реально интересное место. Объясню, почему. Вон, настоящий полноразмерный замок, красивый, балдежный, вот его копия. И когда ты склеиваешь это все дело, понимаешь, что вот это вот тоже есть такой же огромный большой замок, это вызывает такой легкий трепет. Ну, то есть ты уже смотришь не просто на макет, а понимаешь, что вот есть такой замок в Украине. Мы, когда выезжали, у нас был маршрут, замки. И, если честно, было вот непонимание, получится, не получится. И вот в конце первого выпуска я хочу вам сказать, друзья, не бойтесь выезжать из больших городов, сворачивать с больших трасс вот туда, где неизвестность, туда, где нужно спрашивать людей и узнавать, где классные места. Потому что классных мест много, и даже интернет о них не знает. Но и по классике, если мы хотим, чтобы Украина стала туристически привлекательной, мы сами должны путешествовать по Украине. Так что вы знаете, что делать.